Добрый день. На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Грех ли вестись на обман, когда ты понимаешь, что тебя обманывают? В связи с такой постановкой вопроса вспомнил одну очень интересную жизненную ситуацию. Когда я был молодым священником, я присутствовал при том, как к нашему владыке Евстафи подвели молодого человека. Маленький мальчик приехал в гости, и все знали, что он великий врун. Рядом с владыкой Евстафи стояли ещё две монахини. Ну и получается, что нас четверо, и подвели маленького мальчишку. И что-то владыка его спросил, я не помню сути вопроса, но тем не менее помню, что он такую ахинею сгородил, что все вчетвером знали, что он архиерею стоит и нагло врет. И вот мы думали, что скажет архиерея. Можно было тремя словами разблочить его, поставить его на место, его воспитателям объяснить, что они занимаются не тем, чем надо. Но реакция владыки была для меня лично очень показательна и в нараственном, и в духовном, и в психическом смысле. Он переспросил мальчишку, что говорит, Вася, так прям все и было. Да, говорит ладыка, так все и было, все. Он сказал, ну, Господь с тобой благословил его и отпустил. Вот я потом долго думал, почему же архиерея так поступил. На самом деле, вот когда человек задается, так вот задается вопросом, если вестись ли на обман, понятие правда и обман, правда, неправда, на этом свете нету правды. Есть личностная интерпретация неких событий, обстоятельств и того, что человек понимает, и как оценивает это, и что вообще по этому поводу думает. Это зависит от многих вещей, зависит от возраста человека, зависит от его образования, зависит от его психического здоровья. Ну, много параметров включается в конечный ответ, и выдаваемый конечный ответ есть такое концептуальное понимание человеком неких вещей. И то, что он считает правдой и истиной, не всегда правда и истина для другого человека. Вот так появляются конфликты, так появляются споры, так появляются непонимания между людьми. Женщины не могут объяснить некоторые простые вещи мужчинам. Мужчины не понимают, почему женщины этого не понимают, им надо это объяснять. Это не потому, что они кто-то лучше или кто-то хуже, кто-то правее или кто-то левее, но просто каждый понимает это по-своему. И поэтому в данном случае у вас, если вас обманывают, ну поймите, если вот личный пример владыки для вас не является авторитетом, то вы немножко подождите и попытайтесь понять, почему та сторона вот эти обстоятельства оценит именно так. Если в вас христианская любовь существует, и вы постараетесь не просто вывести человека на чистую воду и доказать ему, что он есть на самом деле, а всё-таки пытаетесь понять, почему он так говорит, может быть и вы избегните тех спорных вопросов, которые в конце концов иногда приводят к страшным последствиям вплоть до войн, по всяким глупостям и пустякам, просто потому, что люди не захотели друг друга слушать, а может быть и понимать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok